Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я вам хочу показать типичный шашечный удар под названием капкан для дамки. Я сам такое название придумал, надеюсь вам понравится. Напишите в комментариях. Вот в этой позиции белые начинают и красиво выигрывают. Значит, идея комбинации в том, что мы вначале пропускаем соперника в дамки, а затем эту дамку ловим и красиво побеждаем. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. На первый взгляд позиция черных такая монолитная, но в дамки никак не прорваться. Но опытный взгляд видит, что возможно вот такая комбинация d5. Пропускаем черных в дамки. И вот здесь важно не играть EF6, потому что это будет ничья. Здесь стоим до конца, играем GH2. Отдаем одну шашку, затем отдаем вторую шашку, затем отдаем третью шашку. И вот только теперь дамка черных ловится, и мы вот так красиво выигрываем. В следующей позиции, здесь уже зная предыдущий удар, вы, я думаю, легко найдете выигрыш. Также ставьте видео на паузу и пытайтесь найти комбинацию. Вначале играем GF2. Отдаем одну шашку, затем пропускаем черных в дамки. Затем эту дамку ловим, видите, капканчик для дамки, и красиво выигрываем. Ну и обычно в таких позициях, такой план игры. Белые прячут дамку, я называю это спрятать дамку в мешок. Как говорится, шило в мешке не утаишь, а вот дамку в мешке можно спрятать. И белые постепенно побеждают. В этой позиции белые также проводят комбинацию капкан для дамки. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Вначале играем ED6. То есть, видите, сюда бить нельзя, потому что мы сразу же попадаем в дамки и легко выигрываем. Поэтому приходится бить шашку назад, а вот здесь уже знакомый нам прием, капкан для дамки. Пропускаем черных дамки, эту дамку ловим в капкан и наносим свой решающий удар, свой игрушок. В этой позиции белые также проводят комбинацию капкан для дамки. Ставьте на паузу видео и пытайтесь ее найти. Здесь видно, что у черных ослаблено поле H8, поэтому понятно, что удар будет именно на это поле. Вначале играем CD4 и у черных есть два варианта боя. Если они бьют на G3, тогда сразу же выигрываем, попадая в дамки. Если же черные в этой позиции после хода CD4 вначале бьют в дамки, тогда строим капкан и опять же выигрываем. Давайте рассмотрим несколько ловушек, в которых возможна эта комбинация капкан для дамки. CD4, FG5, GF4, GF6, BC3, GH4. Дебют игра Рамма Цукерника. Именно эти два известных ленинградских шашиста очень часто его применяли и не безуспешно. И именно в честь них назван этот дебют. Черные, белые меняются FG5 и белые меняются на поле BC5. Занимают центр. Белые играют CB4 и черные делают ловушечный ход. B7. То есть ход внешне кажется глупым. То есть двигается опорная шашка с поля B8, образуется отсталая шашка H2. И вот здесь белым бы в пору задуматься. То есть здесь по идее надо либо B5 играть, либо HG3 с равной игрой. Но белые ничего не увидели в этом, никакого подвоха и сыграли AB2. Вот этот ход уже проигрывает из-за комбинации капкан для дамки. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Вначале загоняем белую шашку на бортик ходом FG5. Затем пропускаем белых дамки и загоняем дамку белых в капкан. Ну и опять же красиво побеждаем. В дальнейшем переводим дамку на поле F8. Как я вам уже говорил. В мешок прячем дамку и постепенно побеждаем. Следующая ловушка возможна в дебюте CD4, D5, BC3, ED6, EF4. Дебют перекресток. Видите, шашки белых и черных образуют как бы перекресток на дороге. Очень похоже. Ну и здесь черные сыграли Fe7. Есть такой вариант. Белые играют Fe3. Черные меняются в центр. И вот здесь, по идее, конечно, правильно играть CB4 с равной игрой. А белые решили, значит... Ну да, они так и сыграли. Черные вышли в центр Fe5. И вот здесь надо было сыграть AB2 с равной игрой. А вот размен назад, GH4, он уже не так хорош. Из-за ловушки черных. Вот это и любимая ловушка чемпиона Европы, вице-чемпиона мира по блицу международного гроссмейстера Евгения Кондорченко. Я, кстати, в нее тоже угодил в нашем блиц-матче. GF6, HG3, HG7. Важный выжидательный ход. И когда белые сдвигают отсталую шашку AB2, пытаясь ее развить, черные неожиданно играют HG5. Вот здесь, конечно, правильно играть GF4. Здесь еще у белых есть шансы на равную игру. А вот ходы GH4 и BC3 уже плохие. BC3 плох из-за удара. CD4. Видите, сюда бить нельзя, потому что черные остаются с лишней шашкой. Поэтому приходится бить на C5. Тогда черные меняются на поле B6 и у них позиция с преимуществом. У белых слабые шашки бортовые. Если же побить на поле B2, здесь у белых равная позиция. Потому что есть удар пяткой, так называемый. Так даже нельзя бить. Прошу прощения. Это проигрывает, потому что у белых лишняя шашка. Поэтому черным правильно, конечно, в этой позиции бить на B6. Ну, в партии соперники очень часто играют GH4 и Евгений Кондаченко неоднократно выигрывал партию с помощью комбинации капкан для дамки. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш. Играем Fe5 и белым некуда бить. Если побить сюда, то черные сразу же прорываются в дамки и выигрывают. Если же побить на поле H8, тогда черные строят капкан для дамки. Ее ловят и постепенно побеждают. Также в какой-то момент они прячут дамку в мешок. И здесь выиграешь. Следующая ловушка. CB4, FG5. GF4, GF6, BC3, Fe5. Дебют, обратный косяк. У белых есть несколько планов игры. АB2 я считаю сильнейший ход. Ну, и здесь черным надо играть либо BC5, либо BA5. Остальные ходы пассивные. Ну, еще DC5 можно, да. DC5 тоже можно. После BA5 это коловая система. Здесь у белых тоже есть ловушка. Значит, они играют CD4. И на ход DC7 кажется, что у белых нет ходов. Потому что шашка C5 находится под угрозой окружения. То есть, если сыграть BC3, у черных будет два нападения. И шашка C5 проигрывается. Если же, допустим, в этой позиции как-то сыграть GH2, тогда здесь черные выигрывают. Они играют GH4 и грозит комбинация шлагбаум. То есть, на BC3 проигрывается шашка. Видите, два нападения против одной защиты. Ну, например, так, 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 так. И черные остаются с лишней шашкой. Если же в этой позиции белые, допустим, меняются, ну, неважно, вперед, назад, тогда проходит комбинация шлагбаума. Так, так и так. Ну, и черные постепенно побеждают. То есть, в этой позиции кажется, что положение белых нелегкое. Да, действительно, это так. Но вот здесь спасает единственный ход, DC3. Все остальное проигрывает. Как-нибудь разберу вот эту позицию более подробно. Это моя любимая ловушка за черных, кстати. А вот здесь уже черным надо играть EF6 и затем меняться назад. С чуть более худшей позицией. А вот напрашивающийся ход, CD6, проигрывает. Также поставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию капкан для дамки. Вначале играем CB4. Ошеломляющий ход. Теперь у черных есть два варианта боя. Либо бить в дамке, либо бить на поле G3. На G3 бить нельзя, так как белые сразу же выигрывают. Это понятно. Поэтому после CB4 черные вначале бьют на А1. Теперь играем в GH2. Снова бить дамкой нельзя, так как белые легко побеждают. Поэтому приходится бить после GH2 на B4. Ну и здесь у белых находится последний выжидательный ход. CD2. Дамка черных ловится и белые без труда выигрывают эту позицию. Вот такая красивая ловушка. Следующая ловушка, возможно, в дебюте кол. После B5 белые ставят кол. Ну и на ход HG7 играют AB2. Черные снова зажимаются. CB6, CD4, DC7. Чем-то напоминает расположение белых и черных шашек предыдущую позицию. Но здесь оно несколько иное. Снова белых выручает ход DC3. И вот здесь черным на было играть CD6. Ну и после хода ED2 и размена создавалась примерно равная позиция. Куда побить? Наверное сюда лучше. Примерно равная позиция. Но черные не поняли этого и решили разменяться назад. А здесь они попадаются на комбинацию ловушка-капкан для дамки. Ну я думаю, вы уже тут без труда найдете эту комбинацию. CB4. Ну и у черных снова два варианта боя. Если бить на G3, тогда белые сразу же побеждают. Если же побить на A1, тогда белые делают выжидательный ход CD2. Ловят дамку черных в капкан. Ну и снова выигрывают. В дальнейшем переводят дамку, прячут дамку в мешок и побеждают. Следующая ловушка CD4, DC5, BC3, FG5. Дебют городская партия. И вот в этой позиции черные разменялись неудачно. Конечно правильно бить на поле C5. А вот двойной размен приводит к тому, что правый фланг черных значительно ослаблен. И вот здесь у белых большое преимущество. После F5 белые занимают центр, поле F4 и одновременно развивают шашку H2 отсталую. Допустим, черные также пытаются развивать отсталую шашку. Белые подтягивают свою отсталую шашку. А B2. Ну и здесь видимо GF6 как-то надо было играть. Еще побороться за ничью. А черные напали. Напрашивающийся ход. В принципе, после BC3 или BC5 у черных будет преимущество большое. Ну и здесь белые провели снова нашу любимую ловушку. Комбинацию капкан для дамки. Поставьте видео на паузу. И найдите ее. GH2. Пропускаем черных дамки. Затем дамку ловим в капкан. Ну и постепенно побеждаем. И последняя ловушка на сегодня. CD4, DE5. BC3, ED6, EF4. Снова дебют перекресток. Видите, характерное расположение шашек. Снова вот эта система. FE7, FE3, BC5. Здесь я показывал, что правильно играть. CD4 с равной игрой. Кстати, есть ловушка за черных. Смотрите. Напрашивающийся ход за белых CB4 ставит белых на грань поражения. Черные нападают, ED4. И вот здесь правильно, конечно, за белых уже меняться. Вот таким образом. Ну еще как-то побороться за ничью. Здесь еще ничья есть. Да, комбинации вроде нет. Так, а вот напрашивающийся ход GF2 уже проигрывает. Черные выигрывают шашку, либо прорываются в дамки. DC3 неожиданный ход. Ну, грозим выиграть шашку. Приходится отходить. Тогда проводим комбинацию и празднуем победу. Тут ничего сложного нет. Поэтому CB4 играть слабо. Красным отмечу. Так, в этой позиции белые меняются назад. И тогда черные занимают центр. Вот этот размен был слабый. Ну и здесь игра может протекать следующим образом. CB4, HG5. Черные активизируют бортовую шашку. Белые подтягивают отсталую шашку. A1. Ну, допустим, белые меняются. Вот этот размен слабенький. Правильно было играть HG3. А вот после этого размена он напрашивается, да. Но у черных есть очень сильный план игры. EF6. Ну, грозил ход FG5. И вот здесь белым надо было уже как-то уравнивать позицию. Не знаю, как тут играть. А вот после напрашивающегося хода FG5, черные снова проводят нашу любимую комбинацию. Капкан для дамки. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Загоняем белых на бортовое поле. Затем пропускаем в дамки. И загоняем дамку белых, как дикого зверя, в капкан. Дамку ловим. Ну и постепенно побеждаем. Также здесь в определенный момент можно спрятать свою дамку в мешок и победить. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте подписаться и поставить Лукаса. Поддержите мое творчество. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok